В начале декабря на правительственном заседании полкредпрезидента России в Северокавказском федеральном округе Александр Толпоне заявил, что на ликвидацию последствий наводнения в Дербенце и выдачу компенсации пострадавшим жителям выделены 2 миллиарда рублей. Пока пострадавшие их не видели. Многие вынуждены жить у родственников и соседей, так как единовременной компенсации в сумме 25 тысяч рублей на семью недостаточно для восстановления домов. В четвертый месяц без жилья остается семья Кокремановича Хлагимова. Их дом один из наиболее пострадавших. Администрация города, которая обещала помочь оплатить аренду жилья, пока не помогла, хотя все необходимые документы были подготовлены. Уже 4 месяца, пожалуйста, вот так вот на улице. А где вы сейчас проживаете? У знакомых, у родственников, друзей. Вот так вот. Жилье не предоставили. Уже забыто. Все. Вы куда обращали за помощью? Я обращался в нашу мэрию. В мэрию города Дербенто? В городе Дербенто. А кому лично именно? Заместитель Яролиева обращался к обоим. Сказали... Мирзобалаев сказал, напиши простую форму договора найма квартиры, оплотим. Я написал, составил простую форму договора, принес, отдал. Полтора-два месяца пролежало, потом возвращает мне. И говорят, надо, говорит, у нотариуса заверить его, образец есть стандартный на нем. А люди не хотят как-то ввязываться в это. Типа налоговое, отчисление куда-то, чего-то делать, им проблемы-то не нужно. То есть люди официально не хотят сдавать жилье? Не хотят. Вот в таком положении сейчас. Я, семья... Сколько человек в вашей семье? Шесть человек. Шестеро. Соседка Кахнимана, Тарана Салимова, семья которой во время наводнения тоже понесла большие материальные потери, пожаловалась, что выделенной помощи не хватает на приобретение нового имущества и ремонт дома. От помощи мы никакой так и не получили от нашего государства, кроме 25 тысяч, которые дали всем, кто пострадал минимально и кто максимально, получили всего 25 тысяч. Наш дом, мебель. Я говорю, по счастливой случайности мы не были в эту ночь здесь, а то бы мы отсюда живыми не вышли. По счастливой случайности мы бы остались под этой мебелью или у нас бы унесло бы этой водой. Здесь и окна, и мебель, все вот так вот. И полы, все поднялось. Житель улицы Дрожжина, одной из наиболее пострадавших во время наводнения, Али Алик Перв, во время наводнения потерял внука. Поток воды вывал ребенка из рук матери. Вот 10 августа, вот так получилось. Еле-еле мы вышли после этого наводнения. И никто ничего не смотрит, не приходит. Ночевать вместе нету, нигде нету. Сколько ночевать? Братья, сестры, где? Ничего никто не приходит. Начальство идет, сабр, сабр, сколько надо зародил их. Вот ему брат и жен, избушка вот здесь. И все. Четверо людей, ребенок тоже снес с рук невести. Вот когда мы от сворота вышли, вот здесь, уже не успели. Оттуда вода идет, оттуда вода идет. С окна идет, с улицы идет вот так. И вот так крутил ее, с рук ушел ребенок. Месячный. Сын, внук мой. И мы через час мы его нашли снизу. Метра 300-400. Парень пришел, говорит, вот здесь, говорит, это кукла есть. Я говорю, это не мой внук. Какая кукла? Пошли ему, подняли его, и все, он мертвовал. И забрали его сюда. Пошли родственникам, похоронили его, пришли. Их до сих пор 4 месяца. Никто ничего не говорит. Как живете? Чего живете? Где вы? Никто из администрации, из властей к вам никто не приходил? Никто, никто, никто не проходит. А члены комиссии не приходили? Никто не пришел. Это проход МЧС. Что писать, говорит, здесь ничего не осталось, говорит. Что писать? Я говорю, пишите, а что делать? Чего нам? Куда пойти? Никто ничего не говорит. До сих пор улица Дрожная не расчищена от ивы, камней и мусора. По словам жителей, мусор тут не убирают годами, а после наводнения улица местами стала практически непроходима. Мусорная свалка расположена у древней крепостной стены, признана памятником архитектуры федерального значения. Ну вот, да, мусор никогда не убирает, уже 3 года. Вот такой бардак у нас. Иногда зажигает мусор, вообще жить нельзя здесь. Вы говорите, последние 3 года такая ситуация, или раньше тоже так было? Раньше, не, раньше чисто было. Раньше убирали? Убирали, да, убирали. Часто в жертвами наводнений становятся жители улицы Вакзани. Причиной тому пострадавшие считают покойку на инвестиционный стоп. А дело в том, что многие дома здесь находятся ниже уровня улиц, так что их затапливают в первую очередь. По дворе Ивана Дадашевой после любых осадков скапливается вода, затапливают по два. Во время октябрьского наводнения вода стояла во всех комнатах. В компенсации ей отказали, так как не все члены семьи были зарегистрированы по этому адресу. Только через суд ей удалось добиться признания ее пострадавшей от стихии. 25 тысяч инвыкателей, но этих денег на восстановление жилья не хватает. Нам помогали, да, дали 25 тысяч. Ну что, вот опять-таки, что сделаешь на эти деньги? Волонтеры нам помогали, спасибо им. Вот у Луизы, она молодец, вот безотказно и с продуктами, и со всеми. И наши тоже помогали, тоже там продукты. Мы не знаем, какие организации, что, кто нам выдавал. Ну, была помощь с едой. Сегодня я его съем, а завтра что я его буду делать? Мне этого не надо, мне эти деньги тоже не нужны. Если вот сделали все необходимое нашему городу, нашим районам, нам эти деньги тоже не нужны. У вас же нет канализации, насколько я знаю? Канализация есть у нас. А в таком виде эта канализация, это кошмар. И через вот это все, что стоит, вода влезает ко мне с подвала, вот сюда. Через эти железки. И вот канализация наша. Тоже перед носом. Вот эта вся вода, она выходит наверх, тоже вот в комнаты под дом. По словам местных жителей, в городе часто не бывает воды, особенно это касается старой части города. Пока выручают родники, их плачевное состояние, дороги, особенно после наводнения. Включаются перебои с электреснабжением. Справиться с этими проблемами самостоятельно городские власти не могут. День съемок сюжета корреспонденту Кавказского узла не удалось связаться. Ни мэра города, ни его заместителя по вопросам ЖЭЦХ. Алло. Алло, добрый день. Спасибо. С администрацией города Дербент. Да, я вас слушаю. Вам звонит Патемат Махмудова. Я сотрудник интернет-СМИК «Авказский узел». Я бы хотела поговорить с мэром города и мамой Ралиевым. Вы могли бы меня с ним соединить? Его в данный момент не есть на работе. Тогда, пожалуйста, соедините меня с его заместителем Аллоу Дином Миржабалаевым. А в данный момент Миржабалаева включение на работу. Продолжение следует...